Продолжение следует... 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 и аудиопротоколы. А ознакомление выглядит так. То есть судья нажимает на кнопку и уходит. И ведётся воспроизведение собственно протокола. Ты не можешь нажать на кнопку «Остановить» и переслушать, потому что судьи нет доступа к этому делу. Поэтому это всё такое формальное. При этом Олег Орлов простудился, пока его возили. Он не может попасть к врачу, потому что вообще всё, что он хочет, он хочет попасть назад в СИЗО. А это невозможно. То есть его судья вынула зачем-то из СИЗО для того, чтобы он катался туда-сюда каждый день. То есть это без обеда, без завтрака, без ужина. И я напомню, ему 71 год. У нас 20 марта Шакро молодой освободился в 71 год из зоны достаточно. Как давно я не слышала. Там какая-то информация противоречивая. Может, его и топировали. Но я не следила уже последние два дня за этим. Но тем не менее, суд говорит, что ему 71 год у Шакро молодой, поэтому давайте, когда вы выпускайте. А здесь 71 год, поэтому добро пожаловать в тюрьму. В общем, и это, конечно, пытка. Это, конечно, пытка. Оля, а если вот про это конвойное сейчас, про это конвойное помещение. Я просто сегодня с утра говорила как раз про Олега Петровича, и что это вообще какие-то, ну, действительно тоже пытки, что его просто увозят в то время, когда он может посетить врача, и он не находится в СИЗО в то время, когда врач, соответственно, его может там принять. Но говорили еще про то, что он, поскольку его все время вот так вот возят, свидание с адвокатом он даже не может получить. Но вот пока он находится в этом конвойном помещении, он там один, что ли, и адвокаты туда не пускают? Нет, в этом помещении просто подвал, маленькая комната подвальная в здании суда, и она не предназначена для свидания. И если бы у него был бы сейчас судебный процесс, тогда, может быть, адвокат туда допустили. Но это не судебный процесс, это знакомление с материалами дела. Я вообще не понимаю. Вообще знакомиться с материалами дела в камере? Ну, все в порядке. Зачем ввозить его в суд? Аудиопротокол двухдневный, его возят две недели. Зачем они это делают? Ну, кроме варианта, что они просто издеваются? Они просто издеваются, потому что могут. Дело в том, что процесс Олега Орлова, первый, второй, он очень унизительный для судей. Очень унизителен. Потому что, конечно, Олег Петрович подсудимый, что называется, трудный для судьи низкой квалификации и, прямо скажем, с отсутствующей совестью. И, конечно, она просто мстит. Её фамилия Астахова. У меня главенского судья Астахова, Наталья Астахова. Елена Астахова, да. Елена Астахова. Упоминали не раз в Суе. Помнишь, Ира, нам кто-то в эфире говорил, я уже запуталась, наверное, неделю назад, может, дней, когда только теракт произошёл, и после того, как появились вот эти вот жуткие кадры с задержанными, с ушами, глазами и так далее, не буду описывать подробно, нам один из наших гостей сказал, что вот эти пытки – это какое-то новое дно и новая реальность. Я не вполне с этим согласна, но, опять же, зная о том, что происходит внутри российских тюрем. Ты сама столько раз об этом говорила, столько раз это, не знаю, можно сказать, даже расследовала, что я не вижу, чтобы здесь был какой-то новый поворот в этом. Нет-нет, это действительно новый большой поворот. И в господи события. Нет-нет, это новый большой поворот, потому что всё-таки пытки, надо сказать, были не всегда. Пытки появились при Путине не потому, что Путин так распорядился, а потому что при Путине всё больше усиливались оперативные службы в тюрьмах, вообще во всех силовых ведомствах, особенно в тюремном. А оперативные службы тюремные, они могут только пытать для получения показаний, больше ничего. Но, тем не менее, пытки были предрассудительными, за них, в общем, наказывали. На этом вырос Комитет против пыток, да, организация, которая очень много чего добилась на этом поприще. Потом пытки были признаны, да, нехорошим явлением, но главное, чтобы не было утечек. Последний крупный скандал с пытками был именно из-за утечки, а не из-за самого факта пыток. То есть пытать можно, но, пожалуйста, не палитесь. Сейчас, после внесудебных казней с кувалдой Пригожина, после уже его исчезновения, продолжения внесудебных казней и практика ям и сажания в яму всех подряд на фронте, теперь уже новый-новый этап, что можно не только пытать при задержании, а можно еще это публично показывать, и за это тебе будут награды и общественные одобрения. То есть сейчас можно вообще все. И обратите внимание, я слышу, как сменился тон на пропагандистских ток-шоу. У шоу Норкина эксперты, депутаты одним просто хором хвалят состояние пенциарной системы России, которую они признаны, да, очень плохое, там пытают. И это хорошо, теперь террористы попадут в плохие условия, вот почему это хорошо. И будут каждый день пытать, и говорят, что здорово. Это новость. Надо еще тут отметить в сотый раз, что террористами в Российской Федерации считаются и люди за слова уже. Ну да, 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 но все-таки сейчас только лениво не вспомнила Акунина, ну да. Конечно, да. И в этом смысле, конечно, эти... Ну а как это, ну то есть это легализация, очередной виток, да, легализация этих пыток, ну то есть... Это легализация, это, конечно, легализация. Закон против пыток. Ну просто я упомянула кувалду и Нужина, и для меня вот эта легализация случилась тогда. Но опять же, я не репрезентативна тут, потому что я максимально погружена вот в весь этот новостной контекст военный. Ну вы знаете, ведь тогда случилось примерно то же самое с Москальковой, хотя, наверное, в более мягкой форме, когда появилось это видео с кувалдой. Мне кажется, она все-таки промолчала, если не ошибаюсь. Но потом, то есть под давлением там общественности, все-таки Москалькова должна отреагировать, там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Она встретилась с Пригожиным, но это была парадная встреча с фотографиями, поцелуями, рукопожатиями и взаимным восхищением. Там не было ни слова про кувалду, по крайней мере, в официальных рапортах. Ну а потом кувалда стала таким позитивным символом Вагнера, который приносит там на похороны, с которым ходят в думу там и так далее, и так далее. А уже после исчезновения Пригожина поступали сообщения про продолжение внесудебных казней на фронте и, так сказать, и вне его. То есть тут откроют только ящик Пандоры и посыпется. И оно посыпалось, оно посыпалось. Вот это вот несчастное чищение на автобусной столовке, чего имени мы не знаем, знаем только канву, канву происходящего. Вот яркий тому пример. И, конечно, мне по-прежнему хочется послушать про реакцию Рамзана Кадырова на это и на то, что сейчас в тюрьмах и вообще в местах лишения свободы очень тяжелое положение именно у мусульман, очень тяжелое положение у радикальных, у нерадикальных, у нас идет за терроризм или за воровство колбасы, там чего угодно. Им, да, им в колониях, во многих колониях, например, в иркутских колониях не дают молиться, у них вырывают страницы из Корана, всячески издеваясь. И очень хотелось бы послушать… Оля, это сейчас, это после теракта? Это сейчас, это сейчас, тем более это все усилилось. Сейчас очень тяжело сидеть мусульманам. Всегда было нелегко, но сейчас особенно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок